Почти 600 единиц общественного транспорта выходит на улицы и больше 250 тысяч поездок с помощью него ежедневно совершают в Барнауле. Множество маршрутов, включая пригород, пассажироперевозчики разных форм собственности. Одним словом, транспортная сеть – сложная система, которая требует осмысленных решений и немалой финансовой поддержки. По состоянию на 1 августа 2022 года для организации городского пассажирского транспорта бюджетом города предусмотрено 477 миллионов рублей, в том числе на контракты 202 миллиона и на городские субсидии 274 миллиона. Год от года, подчеркивают участники совещания, финансирование растет, как и в целом расширяется комплекс мер по поддержке и пассажиров, и перевозчиков. Так, для удобства школьников и студентов с сентября начнет действовать единый проездной. По нему можно будет проехать на всех видах транспорта, где действует единый тариф. А в помощь перевозчикам поддержана еще одна инициатива партии «Единая Россия» по выравниванию тарифов в пригороде Барнаула. Все расходы компенсируют за счет городского бюджета. Немаловажные решения, которые достаточно давно назревали, требуют еще больших бюджетных средств, но тем не менее такие решения приняты. Это обуравнивание тарифа пригородных зон. Таким образом, на территории города будет единый тариф 28 рублей, если мы говорим про наличную плату. Еще больших затрат потребует кардинальная мера по развитию транспортной отрасли. Вячеслав Франк предложил создать в Барнауле муниципальное, или проще говоря, городское пассажироперевозящее предприятие. Это дорогостоящий продукт, поэтому мы здесь будем советоваться также и просить на помощь и в общественную палату, и у депутатов. Без софинансирования, наверное, из правительства Алтайского края это сделать будет очень тяжело. Идею главы Барнаула поддержали общественники и депутаты. Но прежде нужно четко определить источники финансирования и добиться участия в программах, которые позволят купить новые автобусы. Это станет ощутимой поддержкой барнаульских пассажироперевозчиков, подчеркнули участники встречи. Елена Макаренко, День с толком.